Здравствуйте! На этом уроке мы попробуем вывести формулу перехода к новому основанию логарифма. Предположим, что х в степени n равен а. Пока ничего необычного. Это выражение мы также можем записать как логарифм а по основанию х равен n. Это всего лишь два варианта записи одного и того же. Слева степень, а справа логарифм. И, как я уже делала, если n равно вот этому выражению, то сюда мы можем его записать вместо n. Тогда х в степени логарифм а по основанию х равен а. Чутненько. Хотя нет, наверное, я перепишу. Мне нужно больше места. Я сейчас это удалю. Так, отменить, отменить, отменить. Все, отменить больше нельзя. Значит, давайте запишем вот здесь. Так, эта запись не в счет. Итак, х в степени логарифм а по основанию х равен а. И сейчас вы поймете, зачем мне нужно было место вот здесь. Давайте возведем левую часть выражения в степень 1, деленная на логарифм а по основанию х. А все, что мы делаем с одной частью равенства, мы должны проделать и с другой. Следовательно, мы и правую часть возводим в степень 1, деленная на логарифм а по основанию х. Согласна, не совсем все понятно, но скоро вы поймете, к чему я веду. Пока ничего сверхъестественного я не сделала. Я всего лишь в первоначальное выражение вместо n подставила логарифм, которому равно n, а затем возвела обе части равенства в степень. Сейчас вы увидите, зачем я это сделала. Мы знаем, что если какое-то число в степени возводится еще в одну степень, то показатели степеней перемножаются. В данном случае, если мы перемножим показатели степеней, мы получим 1. И что же у нас в результате останется? Это будет х в первой степени, ведь логарифм а по основанию х разделить на логарифм а по основанию х равно 1. Значит, здесь будет х равен а в степени 1, деленное на логарифм а по основанию х. Вы, вероятно, скажете, и что теперь? Куда это нас привело? Я сейчас все расскажу и покажу. Мы можем вместо а подставить другую переменную. Ничего не изменится. Итак, х равен b в степени 1, деленное на логарифм b по основанию х. Вместо а мы можем подставить любую другую переменную. И поскольку х равен и верхнему выражению с а, и нижнему выражению с b, приравняем эти выражения. Значит, а в степени 1, деленное на логарифм а по основанию х, равно b в степени 1, деленное на логарифм b по основанию х. Что будем делать дальше? Пожалуй, давайте удалим все это и начнем, так сказать, с чистого листа. Слишком много места я заняла. Итак, а в степени 1, деленное на логарифм а по основанию х, равно b в степени 1, деленное на логарифм b по основанию х. Надеюсь, вы ничего не имеете против этого равенства. Теперь возведем обе части равенства в степень логарифм b по основанию х. Левую часть возводим в эту степень и правую тоже. Думаю, большинство понимает, зачем я это делаю. За тем, что в итоге в правой части у нас останется только b. Ведь здесь логарифм b по основанию х в знаменателе, а здесь в числителе. А в левой части тогда получится а в степени логарифм b по основанию х делить на логарифм а по основанию х. И чему это равно? Это равно b, правильно? Если мы что-то делим на это же самое что-то, то в результате мы получаем единицу. Значит, это равно b. А теперь давайте все это выражение представим в виде логарифма. Итак, а вот в этой степени равно b. Это то же самое, что и логарифм b по основанию а равен вот этому показателю степени. Логарифму b по основанию х делить на логарифм а по основанию х. Да, я согласна, не совсем простое доказательство, запутанное. Но, как вы уже смогли убедиться, это самое полезное и необходимое свойство из всех свойств логарифмов. Это так называемая формула перехода к новому основанию логарифма. Вам никак не обойтись без этой формулы, если логарифм нужно вычислить на калькуляторе. Почему? Да потому что на калькуляторе только две кнопки для логарифмов – лог и ln. В первом случае логарифм вычисляется по основанию 10, а во втором – по основанию числа e. Давайте рассмотрим небольшой пример. Предположим, нам нужно вычислить логарифм 3 по основанию 7. 7 в какой степени равно 3? Я лично не знаю. Полагаю, вы тоже не знаете. В данном случае вам и калькулятор не поможет, если только… если только мы не воспользуемся формулой перехода к новому основанию. Тогда логарифм 3 по основанию 7 – это то же самое, что и логарифм 3 по основанию 10. Разделить на логарифм 7 по основанию 10. А вычислить значение этого выражения мы сможем на калькуляторе. Мы просто вводим 3 и нажимаем кнопку лог. Получаем какое-то значение. Затем вводим 7 и снова нажимаем кнопку лог. Делим верхнее значение на нижнее. Вот и все. Готово. Это и будет логарифм 3 по основанию 7. Надеюсь, все было понятно. Теперь, я думаю, вы окончательно убедились в том, что эта формула на самом деле справедлива. На следующих уроках мы рассмотрим еще несколько примеров. на применение свойств логарифмов. На этом пока все. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok